Приветствую вас, возлюбленные и дорогие в Господе братья и сестры! Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа! Сегодня мы продолжаем рубрику под названием «Делимся размышлениями для наставления, ободрения и созидания друг друга во Христе Иисусе Господе нашим и Спасителе нашим». Для нашего наставления, ободрения и созидания в истине хотелось бы сегодня предложить текст, записанный в послании апостола Павла к филиппийцам, 1 глава, с 21 стиха и по 24 стих. «Ибо для меня жизнь Христос и смерть приобретение. Если же жизнь во плоти доставляет плод моему делу, то не знаешь, что избрать. Влечет меня то и другое. Имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше. А оставаться во плоти нужнее для вас». Французский король Людовик XIV последние годы своей жизни запретил всем в его присутствии говорить о смерти. Из-за того, что он жил слишком близко к кладбищу, он построил новый роскошный Версальский дворец. «Никто не должен был и ничто не должно было напоминать ему о смерти. Но смерть пришла». Читая текст из послания апостола Павла к филиппийцам и приведенный выше нами пример из жизни французского короля Людовика XIV, мы видим, что люди, живущие на земле, по-разному относятся к смерти. Одни готовы к ней и поэтому говорят о ней смело, а другие боятся ее и поэтому всячески пытаются эту тему в своей жизни заглушать и ее избегать. «Но как бы там ни было, из этого следует, что каждый человек, живущий в этом мире, прекрасно понимает, что жизнь земная рано или же поздно закончится и каждому человеку должно будет однажды умереть». Очень хорошо об этом сказано в послании к евреям в 9 главе с 27 стиха и по 28 стих. «И как человекам положено однажды умереть, а потом суд, так и Христос однажды принес себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явиться не для очищения греха, а для ожидающих его во спасение». В связи с нашими размышлениями возникает вопрос о том, что же сегодня может помочь нам, верующим, во имя Иисуса Христа иметь правильное отношение к смерти, которое ожидает абсолютно каждого человека без исключения. Кстати говоря, в контексте наших размышлений очень важно подметить и тот факт, что смерть в свое время придет в жизнь и богатых, и бедных, и сильных, и слабых, и больных, и здоровых, и так далее. В связи с этим припоминаются слова одного из наших братьев, который на похоронах на кладбище, указывая рукой на могилы, всегда говорил о том, что здесь земля поравняла всех. Скорее всего, он имел в виду как раз то, что каждый человек смертный, и никто этого изменить не сможет, как бы он ни старался и ни пытался. Если мы вернемся к ответу на наш вопрос о том, что же сегодня может помочь нам, верующим, во имя Иисуса Христа иметь правильное отношение к смерти, которое ожидает абсолютно каждого человека без исключения, то сегодня хотелось бы обратить наше внимание на очень важные тексты из Священного Писания, которые являются для каждого из нас ободрением и подкреплением. Это тексты, в которых говорится о том, что нам важно знать и чем нам важно руководствоваться, для того, чтобы мы могли смело смотреть в будущее, зная, что смерть – это один из коротких переходных этапов нашей жизни, который нам всем нужно пройти, поскольку за ним, нас, верующих в Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя, ожидает настоящая жизнь, присутствие возлюбившего нас и умершего за грехи наши. Итак, в связи с нашими размышлениями предлагаю обновить в нашем сознании для нашего ободрения некоторые тексты из Священного Писания. В первом послании Иоанна, 4 глава, 9 стих и 10 стих, 16 стих и 19 стих мы читаем такие слова. «Любовь Божья к нам открылась в том, что Бог послал в мир Единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее, Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире всем, как Он. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение, боящийся, несовершен в любви. Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас». Первое послание Иоанна, 5 глава, 10 стих и по 13 стих мы читаем такие слова. «Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в Себе Самом. Не верующий Богу представляет Его лживым, потому что не верует в свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Сие написал Я вам верующим во имя Сына Божьего, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную». Во втором послании Коринфянам, 4 глава, с 13 стиха и по 18 стих, и 5 глава этого же послания, 1 стих, мы читаем следующее. Но имея тот же дух веры, как написано, «Я веровал и потому говорил, и мы веруем, потому и говорим, зная, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас и поставит перед собою с вами. Ибо все для вас, дабы обилие благодати, тем большую во многих произвело благодарность во славу Божию. Посему мы не унываем, но если внешне наш человек и тлеет, то внутренне со дня на день обновляется. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно. Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный вечный. В Евангелии от Иоанна, 11 глава, 25 стихе и 26 стихе мы читаем следующие слова. Иисус сказал ей, «Я есть воскресенье и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек». «Веришь ли сему?» Хотелось бы, чтобы каждый из нас на вопрос Иисуса Христа «Веришь ли сему?» сегодня ответил в утвердительной форме. «Да, верую в Господи, что Ты есть воскресенье и жизнь. И верующий в Тебя, если и умрет, то оживет». С любовью во Христе Иисусе ко всем вам. Аминь.